Шагнуть в прошлое. Настоящий портал в Советский Союз появился в Нижнем Новгороде. Коллекционер Альберт Мясников собрал целый музей экспонатов, которые еще в прошлом тысячелетии были для предыдущих поколений обыденными вещами, а сейчас стали настоящим раритетом. Подробностью Александра Алешина. Музей советского периода собрали несколько друзей нижегородцев. Собирали экспонаты несколько лет, пока строится отдельное здание для музея. Музей ютится в гараже одного из приятелей. Все экспонаты в хорошем рабочем состоянии. Ностальгия действительно. И у меня очень большая возникает этот катушечный магнитофон. Это была достаточно серьезная редкость, так как до японских магнитофонов не у всех получалось добраться. А вот такие вещи были в доме практически у каждого. Вот эти вот ленты, которые продавались и покупались на каких-то имитируемых рынках в выходные, воскресные дни. Также вот видите приемник «Горизонт». Достаточно легендарная вещь, я бы сказал. Ваш музей нашел и для тебя родную редкостную вещь. Это такой телевизор «Софир» у меня много-много лет служил. Да, в свое время это была достаточно редкая вещь. По блату. Достаточно трудно, исключительно по блату. Эти вещи у нас ожидают реставрации. Это вот с такими вот чемоданчиками деревянными. Скорая помощь ездила, да? В моментах остались это вот многое счеты. Соответственно, бритва, портсигар. Летите. Совершенно верно. Завел с утра и побрился. В рабочем состоянии? В рабочем. Сколько ей лет, Шанн, верно? Ну, я думаю, лет 30-е есть. Знак качества СССР до сих пор, как вы видите, себя оправдывает. А это, я бы сказал, компьютер прошлого столетия. Это счетная машинка, которой раньше считали бухгалтера, работники советской торговли. Честно скажу, как они это делали, я затрудняюсь сказать. Я пытался как бы дойти до этого, но пока не могла ответить на этот вопрос. У бабушки тоже много советских всяких вещей было. Например, был вот такой вот набор, правда рисунок другой, а краска черная была. Пластинки раньше у меня дома были, как же у всех они были. Это, конечно, приятно посмотреть, увидишь и как-то вспоминаешь то, что было. Зыкину в основном слушали, как-то она нам нравилась. Да, я вспоминаю такие вещи из своего детства, как там радиоприемник или, например, у дедушки гармонь такая была. Хочу проверить, в рабочем состоянии нет и у вас отказаться. Рабочем. Сколько времени прошло, да, а вещь звучит по-прежнему. Хорошо, что это сохранилось и ценно люди хотя бы вспоминают частичку прошлого. Чтобы люди не забывали, не забывали свое прошлое, не забывали свою историю. Потому что, как правило, это пробуждает в любом человеке только приятные, хорошие воспоминания. Соответственно, становится как-то лучше на душе после посещения такого места.